Добрый вечер! Вы смотрите информационный выпуск «Сегодня» в студии Георгий Плеев. Смотрите в выпуске. Президент нанес инспекционный визит в республиканскую больницу, чтобы выяснить, как обстоят дела в нашей кузнице здоровья. Стимулирующие надбавки бюджетникам создание ГБУ субсидий частным школами кадровые решения. Итоги заседания правительства. В микрорайоне ЦАРС приступили к строительству детского сада. Рабочие уже готовятся к заливке фундамента. Очередную талантливую партию творцов Прекрасного выпустило художественное училище имени Махарбека Туганова. Президент Республики в рамках инвестиционной поездки посетил Республиканский многопрофильный медицинский центр. Глава государства знакомился с качеством оказания медицинских услуг, а также с условиями пребывания и лечения больных в стационаре. В первую очередь президент интересовался функционированием медоборудования. В сопровождении председателя парламентского профильного комитета президент осмотрел блоки реанимации и анестезиологии, палату хирургического отделения, а также отделение поликлиники. Этот материал пока находится на стадии монтажа. Вы сможете посмотреть его в вечернем выпуске новостей об он. На заседании правительства утвердили порядок предоставления субсидий из бюджета Республики частным школам. Также члены правительства утвердили проект постановления о порядке оказания социальной помощи отдельным категориям малоимущих граждан и семей. Яна Плеева расскажет в деталях. На повестку дня заседания правительства был вынесен вопрос о выделении из госбюджета субсидий на текущий год для частных образовательных учреждений. В соответствии с законом образования мы предоставляем субсидии на возмещение части оплаты труда. Частные общеобразовательные организации предоставляют нам смету доходов-расходов. Исходя из этого мы возмещаем ту часть, на которую у них доходов не хватает. Министр здравоохранения Гунда Плеева рассказала о порядке и основаниях предоставления отдельным категориям малоимущих граждан и семей государственной социальной помощи. По словам министра, федеральным казначействам были выявлены нарушения в процедуре предоставления помощи. В связи с этим были внесены некоторые изменения. Социальная помощь в виде денежных средств предоставляется один раз в год для определенных категорий граждан. Постановление предусматривает предоставление государственной социальной помощи один раз в год в виде денежной выплаты за счет средств государственного бюджета в пределах бюджетных ассигнований. На 2023 год утверждена сумма в 14 миллионов 380 тысяч. Просматриваются заявления от наших граждан по тем категориям, которые утверждены данным проектом постановления, которые могут получать государственную социальную поддержку в размере 20 тысяч рублей. В дополнительной повестке обсуждался вопрос о создании государственного бюджетного учреждения «Республиканская ветеринарная лаборатория», которая будет заниматься исследованием болезней животных. Алан Маргев рассказал о необходимости выделения штатных единиц из ведомства Министерства сельского хозяйства для функционирования лаборатории. Вынесение и принятие настоящего проекта распоряжения условлено тем, что на сегодняшний день в структуре службы Югоссельхознадзора находится отдел исследований болезней животных, который занимается проведением лабораторных исследований по диагностике болезней животных. Настоящим проектом распоряжения мы хотим привести деятельность Югоссельхознадзора в соответствии с законодательством, действующим на территории республики, и исключить несвойственные ей полномочия. При создании государственного бюджетного учреждения предполагается вывести из структуры Югоссельхознадзора 10 штатных единиц государственных гражданских служащих и 2 штатные единицы технического персонала. Кроме того, Кабмин поддержал кадровые изменения. Так, на должность первого заместителя министра сельского хозяйства назначен Джонни Качмазов. Должность заместителя председателя комитета по молодежной политике и спорту занял Суслан Гассиев. Еще одним вопросом члены правительства приняли вопрос об установлении дополнительных стимулирующих надбавок к тарифным ставкам отдельных категорий работников, в частности сферы здравоохранения, культуры, образования и других ведомств. Достичь показателей по 14 категориям работников, из которых уже 5 достигли, а остальные 9 категорий требуют применения определенных расчетов и коэффициентов для того, чтобы их заработная плата соответствовала тем предельным показателям, которые установила российская страна. Кроме того, постановлением мы предусмотрели такую возможность, чтобы на территории республики заработная плата меньше и меньше, чем минимальный размер оплаты труда 13-242 больше не существовало. Поэтому я хочу вынести на ваше обсуждение проекты постановления, где указаны для каждой категории работников в различных сфер государственных и муниципальных органов процентные отношения надбавок к заработной плате, чтобы эти показатели выдержали. Кабинет министра внес изменений в порядок применения оружия и боевой техники при осуществлении охраны государственной границы. В подобных условиях пограничный орган Республики Южная Осетия не имеет права законно применять оружие и боевую технику для прекращения нарушения, пресечения попыток нарушения государственной границы Республики Южная Осетия указанными видами летательных аппаратов, что не позволяет в полной мере выполнять задачи по обеспечению пограничной безопасности. Все вопросы, вынесенные на заседании правительства, были приняты. Яна Плева, Рауль Кочиев, информационный выпуск «Сегодня». Строительство в густонаселенном районе социальной инфраструктуры как насущная необходимость. В микрорайоне ЦАРС в рамках инвестиционной программы появится еще один социально значимый объект – детский сад. Строительство уже началось и по обозначенным срокам должно завершиться в 2025 году. Анжела Кукоева продолжит. Здесь будет построено двухэтажное здание детского сада на 158 мест. По плану строительные работы будут завершены в 2025 году. На месте бывшей кислородной станции на улице Братьев Губаевых в микрорайоне ЦАРС развернулась масштабная стройка. К возведению дошкольно-образовательного учреждения подрядная организация «Мекополиста» приступила в начале текущего месяца. Рабочие бригады на подготовительном этапе стройки, то есть проходит планировка территорий, вывоз грунта и обустройство котлована. Согласно проекту, здание строится по современным технологиям. В просторном и комфортном детском саду будут созданы все условия и для детей с ограниченными возможностями здоровья. В план работ входит обустройство и ландшафтный дизайн, прилегающий к садику территории, обустройство игровых площадок с теневыми навесами. Объект возводится в рамках инвестиционной программы. Для жителей новостроек дошкольно-образовательный объект будет в шаговой доступности. К тому же реализация проекта позволит создать новые рабочие места. Анжела Кукоева, Заурустаев, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. В Схинвал прибыл директор Кропоткинской ветеринарной лаборатории Олег Черных. В рамках визита Черных читал лекции ветеринарным врачам, а также осмотрел новую лабораторию. Для полного запуска лаборатории необходимо подготовить узкопрофильных специалистов. Российские коллеги готовы оказать помощь в этом вопросе. Программа рабочего визита российского специалиста насыщена. Сегодня он читал лекции ветеринарам. Кроме того, необходима помощь для запуска новой ветеринарной лаборатории. Уже много лет Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория и Министерство сельского хозяйства Южной Осетии взаимодействуют и развивают сотрудничество. Российские коллеги оказывают помощь нашим ветеринарным службам. Также юго-сидинские специалисты повышают квалификацию на безвозмездной основе и получают соответствующие сертификаты. Мы всегда отправляем им биоматериал, и они всегда прекрасно встречают, делают все бесплатно, и мы их благодарим. Все, что они могут нам помогать. И с пробирками, и по возможности они нам помогают, и с оборудованием, и особенно с диагностикой под материалом. Олег Черных известен своими передовыми подходами к ветеринарной науке. Он использует новые достижения и практики в области животноводства. Под его руководством Кропоткинская ветлаборатория стала ведущей в Краснодарском крае. Черных всегда в курсе эпидситуации в нашей республике, интересуется и дает ценные указания. Договоренно с ним мы отправим наших специалистов в лабораторию, в Кропоткинскую краевую лабораторию, и они научат их работать на новом оборудовании. И у нас в республике уже нужно будет проводить больше диагностических исследований, чтобы уже не отправлять Кропоткину. А то, что там уже сложно будет нам, то, что мы пока не умеем, это уже опять будем отправлять Крым на безвозмездной основе, они нам делают все вот эти исследования, лабораторные исследования. За заслуги в области ветеринарии и многолетнюю добросовестную работу указан президент Алана Гоглоева, доктору ветеринарных наук, директору Кропоткинской краевой ветлаборатории Олегу Черных присвоено почетное звание заслуженной ветеринарной врач республики Южная Осетия. Награду от имени президента вручил председатель правительства Константин Юсоев. Анжела Кукоева, Регина Черткоева, Альтина Чихоева. Информационный выпуск сегодня. Творческая организация «Юмазара» под руководством Ланы Алборовой и студенты-музыканты приняли участие в проекте «Север-юг». С концертной программой они выехали в Северную Осетию, в Даргавское ущелье. Проект предполагает мастер-классы, обмен опытом и знакомство с представителями музыкальной сферы Северной Осетии. В рамках проекта «Север-юг» молодые исполнители под руководством музыковеда-автора-исполнителя Ланы Алборовой выехали с концертной программы в Даргавское ущелье. Концерт проходил под открытым небом в одном из живописных уголков Осетии. Как отметила Лана Алборова, это новый проект. Мероприятие проходило впервые. Наша задача была встретиться, обменяться песнями. Это было замечательно, потому что это впервые такое делается, что приезжает Север-юг, встречается Север-юг, поет друг друга свои песни, и Север-юг, более того, дарит друг другу песни. То есть мы подарили песни Южной Осетии для северных исполнителей, чтобы они взяли их в свой репертуар и пели. И они, в свою очередь, тоже подарили нам три северо-осетинские песни. Мы проводили мастер-классы. В чём заключались мастер-классы? Мы вставали в 6 часов утра, уходили к озеру, на берег озера, и там занимались дыхательными упражнениями. Потом распевались прямо на берегу озера. Молодые певцы исполнили такие музыкальные композиции, как «Уарстонда Бира», «Нарты», «Хонга Кофт», «Калангенек», «Форнебеста» и другие. Ребята также играли на разных музыкальных инструментах. В свою очередь, мы привезли для них песни военного периода, вот 90-х. Тогда очень много интересных песен родилось в Южной Осетии. «Калангенек» на слова Люды Головановой. И вторая песня тоже на слова Люды Головановой, тоже из этого периода. «Хонга Кофт Хсара Джеккаева». Эти песни очень понравились нашим коллегам северным. А третью песню я уже предложила свою песню, которая была написана еще в Москве. Она была написана для детей, тоже двухтекстовая такая песня. Называется «Форнебеста» о природе и о том... И там песня-зарисовка о нашем крае, о красотах природы. Праздничное мероприятие проходило два дня. Лана Алборова добавила, что исполнители из Северной Осетии с ответным визитом посетят Юг Осетии в августе. Алена Отеева, Арсений Гасси и Фадима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. Целых 11 продолжателей лучших традиций Осетинской школы живописи выпустила в этом году Цкинвальское художественное училище имени Махарбека Туганова. Стелла Бязарова с новостями из мира прекрасного. В этом году из Цкинвальского художественного училища выйдет 11 выпускников. У них сегодня был важный и волнительный день – защита дипломных работ. Все знания, полученные за 4 года обучения, они показали в своих картинах. Над ними выпускники работали долго и усердно, чтобы достойно представить их перед экзаменационной комиссией. Я пыталась показать все особенности осетинской национальной культуры, которые у меня в целом ассоциируются с Осетией. Я показала горы, я показала танец осетинский. Моя работа так и называется – «Чужная осетинская хорография». Я совместила горы и танец. За 4 года обучения я многому научилась здесь благодаря своему педагогу Джулете Мухтаровне. Она передала мне все свои знания. Дальше хотела продолжить работать в этой сфере. Выпускники представили работы в разных жанрах. Портрет, живопись, натюрморт. Тематика была разнообразная. Тем не менее, работ в национальном стиле было больше. Выпускники изобразили в своих работах нарский эпос «Национальную хореографию. Геноцид югостинского народа» 20-х годов прошлого столетия. В поле 1921 года был организован особый югостинский партизанский отряд, который перешел на ликвидацию меньшевистских сил. Кроме того, были представлены работы декоративно-прикладного искусства. Чаши, шкатулки, подсвечники, сделанные из дерева. Каждая работа получила высокую оценку. Не обошлось и без подарков. Югостинское предприятие по производству вина, винодельня и ронса преподнесло в Дарцхимвальскому художественному училищу гипсовые модели для натюрмортного фонда. Всегда взяли такое направление и политику нашего предприятия, что поддерживать талантливых ребят республики. Не только художников. Мы также поддерживаем и баскетбольную федерацию, помогаем. Так и с ним тоже мы участвовали в помощи им. И вообще мы ведем расширенную деятельность в помощи талантливым детям республики. Стараемся поддерживать их всячески всеми способами, которыми мы оборудуем и которые нам доступны. Гендиректор предприятия получил в подарок дипломную работу одного из выпускников. Молодых художников с важным событием поздравила и заместитель министра культуры Джулета Дзеранова. У них уже есть специальность. Они достойно себя показали. Работы очень интересные, доступные, понятные всем. И я думаю, что они еще больше будут работать и в дальнейшем будут нас радовать своими успехами. Многие из выпускников продолжат учебу в высших учебных заведениях России. Все они заверили, что сделают все возможное, чтобы пополнить плеяду именитых художников Осетии. Воспитанники клуба боевых искусств Рухсумбон завоевали три медали на региональном турнире Патхэквондо в Астраханской области. Серебряными призерами соревнований стали Бимбулат Гузетаев и Барсак Танделов. Бимбулат участвовал в весовой категории до 45 кг, а Барсак такого же успеха добился в весовой категории 47 кг. Бронзовым призером стал Артур Кочев, который соревновался в весовой категории до 36 кг. Спортсменов подготовил Валерий Гучмазов. А сейчас узнаем, какая погода нас ожидает завтра. Субтитры создавал DimaTorzok На этом у меня все. Всего доброго. До свидания.